Сфера образования была и остается одним из приоритетных направлений политики нашего государства. Качество всех звеньев образовательной цепи, их оптимизация, наконец, постоянное совершенствование условий обучения для детей. Для достижения высоких результатов в этих направлениях делается немало. Например, в строительной отрасли. Наверняка у многих брещан свежо в памяти долгожданное появление микроорайонев Улька школы номер один. Учебного заведения, которое распахнуло свои двери для 1120 мальчишек и девчонок. Сегодня они учатся, получая начальное и среднее образование в стенах одной из самых больших школ страны. Кроме Бреста, новоселье отметили дети Брестского и Ганцевического районов. В возведении местных учреждений образования большую поддержку оказал Брестский облсполком и местный орган власти. Масштабное строительство стало стимулом и для повышения качества образования. Наши учреждения, а их 17, вошли в количество 100 учреждений Республики Беларусь по лучшим показателям централизованного тестирования. Это один из лучших показателей в Республике Беларусь. Мы на втором месте после города Минска. Получив аттестат об окончании среднего образования, выпускники первым делом штурмуют вузы. Конечно, некоторые из них отдают предпочтение СУЗам, однако таких меньшинство. Отсюда медленно, но верно назревающая проблема нехватки рабочих кадров на рынке труда. Стереотип и личное убеждение как выпускников школы, так и родителей в том, что корочка о высшем образовании – это непременный атрибут успешной жизни, породил как минимум две проблемы. Первая – молодые специалисты с дипломом, но без работы. Вторая – падение авторитета и престижа обучения в СУЗах. Именно об этой проблеме шла речь на прошлогодней коллеге управления образования. И сегодня предметный разговор был продолжен. Правда, уже о некоторых итогах и дальнейшей работе. Конкретный пример перестройки и повышения престижа рабочих специальностей привел Михаил Кулыш, директор Брестского государственного колледжа связи. Еще будучи директором школы, со многими здесь сидящими в зале, приходилось внедрять дифференциацию, что предполагало и профильные классы, и классы с углубленным изучением предмета. И сейчас, будучи директор профессионального учебного заведения, занимался организацией профильной профессиональной подготовки учащихся средней школы номер 23 и номер 22, что позволило создать новую модель развития третьей ступени общего среднего образования. Поможет ли такой метод повысить авторитет профессионального образования и станут ли СУЗы области альмаматор для будущих абитуриентов, покажет время. К сожалению, вышеназванная проблема не единственная в списке пробелов сферы образования. Большие опасения сегодня вызывают рост преступности в подростковой среде. Прежде всего, это связано с недостаточной занятостью учащихся. Зачастую, в свободное от учебы время, подросток спешит провести подальше от школы, рискуя попасть в дурную компанию. Поэтому внедрение принципиально новых, креативных подходов к обучению детей, идущих ногу со временем, сокращение классической дистанции между педагогом и учеником – вот они, главные задачи, которые стоят сегодня перед современным учителем. Чтобы выпускники как базовой, так и средней школы были конкурентно способными при поступлении в высшие учебные заведения, средние, специальные, и, конечно же, поднять в качество подготовки заключительным этапом республиканской олимпиады. Доступ к сети интернет, внедрение электронных программ питания, вопросы интеграционного обучения. Круг вопросов, которые поднимались на февральской коллегии управления образования, безусловно, обширен и требует детального разбора. Однако положительный исход вышеназванных проблем, в первую очередь, будет зависеть от того, насколько учитель будет слышать и слушать своего ученика. Ведь индивидуальный подход в деле образования почти всегда залог успеха.